Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Total War Warhammer 2 на легендарной сложности за клан Эшен И сегодня мы, наверное, пойдем захватывать Нагашизар Ну, захватывать, заселять Нагашизар и какое-то время там, наверное, посидим И пофармим восстание, я думаю, это будет довольно неплохой вариант Лишь бы нам войну никто не объявил, пока мы всем этим занимаемся, и будет хорошо Идем пока что сюда на краешек, потом прыгнем в Нагашизар и будем его заселять Так, а тут у нас 11 ходов, да, в принципе, нормально, я думаю, да Тут порядок Стеночки сделаем здесь на всякий случай Но тогда нам денег не хватит на Нагашизар, скорее всего, ладно Давайте пока закончим ход Я, да, думал, еще вот сюда можно пойти На вот эти три поселения Но там темные эльфы еще есть И они кое-как воюют, пытаются там как-то отбиваться Дадим им шанс повоевать с ящерами Может быть, что у них выйдет А мы пока займемся провинцией темного мага Так, о, хорошо Два договора Нам, нам нужны новые эти С Ниван отправляется куда? Давайте к Морсикам отправимся Мне кажется, это будет Наилучшим вариантом Так, закрыть Кто там ловолапнулся? Огненный шар Нет, наверное, пока мы не будем Проводника чара возьмем обязательно Все, прыгаем В Нагашизар Здесь очень высокий уровень Вампирской скверны Но он будет потихонечку падать Оу, семь Э, ладно, семь, так семь А, кстати, да, нам хватит на Нагашизар Поэтому давайте стенку здесь построим Все, не заканчиваем пока что ход Немного сэкономим Сэкономим Динжат там Да, этот Скраер Выпиливают Просто Невероятно жестко Надо было с Караказулом попробовать еще Торговый договор заключить О, стоимость содержания бегущих Мы срезали себе Чудесно Берем Наверное, да Я возьму сразу второго уровня И мы сразу поставим здесь Вольер для роста Мы не будем ставить Здание на общественный порядок Поставим здесь что? Что-нибудь дешевое и сердитое Просто чтобы оно нам денег давало И будем надеяться, что А, тут уже сразу А, нет, гарнизон пока маленький Ну, в плане ХП маленький я имею ввиду Будем надеяться, что мы быстренько сможем Развить до третьего уровня Ну и дальше пойдем Так Здесь тоже построим Стеночку Тут, в принципе, если будет восстание То Каких-либо проблем у нас не будет Вот тут мне не нравится О, скверна пошла в минус Кстати, смотрите Вот это вот, да 13 ходов до восстания здесь 10 копеек Мы получаем здесь Давайте посмотрим Что у нас Скорость восполнения потерь Очень хорошо Местный резерв найма Тоже очень хорошо Давайте вот так вот сделаем О, кстати Да Давайте вот эти две технологии возьмем Наверное, даже первым делом Производство пищи В первую очередь Ну и ждем Пока у нас Восстановится наша армия Но пока мы ждем Кстати, да Мы не можем У нас Надо было выйти Из поселения Пожалуй Потому что порядок Здесь очень быстро Восстанавливается И это не то Что нам надо Мы можем попробовать Прыгать сразу сюда Ну или давайте просто Выйдем из поселения Для начала Ага Вышли мы из поселения Если мы встанем О, нормально Вот так вот надо было Сделать сразу И общественный порядок Будет падать Очень стремительно И это как раз то Что нам надо Так Берем вот это Кстати На рост Тоже надо было бы Взять Полезная тема Все Денежку пока не тратим Оставляем Экономим Пошли В следующем ходу Прыгаем в пустоши Нагаша Получаем полную Провинцию Под свой контроль На рост Ее тоже Ориентируем И Будем надеяться Что нам войну Сейчас никто не объявит Ну Хотя С другой стороны Если кто-нибудь Объявит Это будет как бы Цель для нас Дополнительная Правильно Так Хорошо Местный резерв Найма По технологиям Первым делом Сейчас глянем В скорость восполнения Наверное было бы Хорошо пойти Или в рост Наверное в рост Первым делом Потом в скорость Восполнения Потерь Так Нагашизар Пусть Развлекается Там Новые фракции Никакие пока Не открыто И это хорошо Я думаю да Мы можем Позволить себе Вот эти два улучшения Ну пока одно А потом второе Как-нибудь Из гномами Торговать не хотят Зараза со мной Морсики Пока тоже не хотят Вести никаких дел Странные морсы Если честно В общем Ну и Одно поселение Осталось у плана Скраер Не из-за того Что отношение Плохое Никакого Никакой конфедерации Не морлок нам не надо Мы не будем с ним Никаких дел вести Пока тоже не будем трогать Подождем Захватим Пустоши Нагаша Для начала Потом Семь ходов Долго ждать Нам надо в этот В режиме налет Стоять еще здесь будет В идеале Чтобы быстрее Восстания Случались Но это тоже Скверно А ну От скверно Мы не так много Минусов получаем В любом случае Так Первого Первого уровня Поселения Нам Нужно Так Вот это берем И улучшаем Наверное Сразу Окей И потом Дуем в Нагашизар И Сидим там Ждем Восстания Здесь тоже Восстания мы ждем В принципе Я буду рад Его здесь Встретить А здесь Не очень На самом деле Так Тут Рост нас Интересует Да Двадцатка О У нас Через два Хода Можно будет Апнуть Большую Нору Мы Наверное На это Деньги Как раз Оставим Это хорошо Я заметил Вовремя А то Мог бы И не замечать Очень долго И тратить Бабки На всякие Мелочи И тут В принципе Если построить Вот это Уникальное Сооружение О Стоп Он пришел Уже Ничего себе Ух ты Общественный порядок Плюс 4 Везде Это Правда Что-то Не помогло Подожди Это только В пустошах Нагаша Ну блин Начали тут Какие-то Игры Понимаете Стоп Я не могу Типа Запрыгнуть Сюда Неожиданно Вон Долго Мы будем Конечно Ждать А в режиме Налета Может быть Я лишаюсь Небольшого Количества Денег Но все-таки В минус Три Ну кстати За режим Налета Мы будем Его То есть Потихонечку Качать Еще тоже Поэтому Тоже надо Так Хочу я Три тысячи Потратить Здесь Нет Я хочу Наверное Первым делом Обнуть Вот это Здание И Снивен Вернулся Два уровня Он поднял Тут Давайте Отправим Его дальше Следующий Договор Который Меня Интересует С Морсиком На десяточку Давайте Наверное Вот Сюда Это Скоро Закончится Поэтому Отправим Мы Еще Кстати Можем Наверное Отправить Это Десять еды Надо Потратить Будет Дэм 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я могу у Скавина в технологии украсть, но 20% ускоряет исследование. Интересная тема. Но нет, это пока нам тоже не надо всем. Нам надо отправить нашего Сникча к Владыке Ночи, но 10 еды я тратить сейчас не хочу. У нас с едой пока она напряг. Напряг с едой. Вот тут дилемма. Нам нужны пастбища, реально. А здесь их нет. О, где еду брать-то? У нас же зданий никаких нету, правильно? Которые еду нам дают. В следующем ходу апнем вот это безобразие, а потом уже будем думать дальше, что делать. А, ну кстати, смотрите, я вон еду как раз здесь получаю. Слушайте, это круто, да, точняк. Можно свое поселение себе мусолить и еду таким образом получать. Все. Я согласен. Но... Да, 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 да. Пока что так делаем. Пофармим еды, пофармим немного опыта и восстания тоже. В этих двух поселениях они, в принципе, будут тут рано или поздно. Ну и поселение тоже. То без проблем мы отобьем восстание, а вот тут придется, может, немного повозиться. Так, да, налет. Хорошо. Прыгаем теперь в Нагашизар сразу. Я думаю, будем здесь себе сидеть, чтобы далеко не ходить. Ну, чтобы быстрее, может быть, если что, туда перепрыгнуть. Давайте вот на краешек сразу. Так. Долго, конечно, ждать что-то. Я надеялся, что здесь восстания будут более регулярными, я не знаю. А ну-ка. Тут только максимум пищи растет, которое мы получаем. Давайте это опнем. Здесь можно будет тоже стенку поставить на всякий пожарный. Ну окей. Окей, 77. Четыре хода до восстания. Я бы дождался восстания, и потом можно будет уже пойти. Ну, кстати. Надо посмотреть, как в морсе дела. Это будет интересным. Для скавинских рабов. Рост хорошо. Давайте посмотрим по дипломатии. У морса шесть поселений. Он продолжает расти. Ха-ха. И что может дайвить для тебя? Не хочет торговать никак. Не хотят торговать никак. О, отлично. Но она воюет с морсом. Черт. Ну ладно. Нет. Но это реально потенциальный торговый партнер. Для нас. С этим нужно определенно считаться. Не хочет торговать. Ей пофиг, с кем дружить. Да, она у нас... У нее нету каких-то предвзятостей. К скавинам или к кому-нибудь еще. Так, в режим налета. Минус девять. Девять ходов сидеть. Елки-палки. Долго. Долго. Ну мы хотя бы от скверной избавимся. Вампирской. Да. И... В следующем ходу сможем улучшить это. Построить тут гарнизон. Что тоже важно. Здесь я тоже, наверное, строим гарнизончик. Пока маленький. Дальше посмотрим. Тут улучшать нечего. Тогда улучшаем вот здесь. Если бы это потом здание можно будет снести. И построить что-то более полезное. Например, на общественный порядок. Сооруженец им. Я думаю, будет нормальным. А здесь пять ходов. Блин, это-то достроилось, да? Или что там достроилось у нас? Или почему так много ждать теперь придется? Непонятно. Ну да ладно. Минус четыре. Блин, у нас все равно минус один получается, правильно? Содержание поселений семь. Постройки четыре дают нам вместе с технологией. Нам надо больше еды, чтобы мы получали. Ну ладно, по единичкам утратить будем долго, так что нормально. Может быть, где-то что-то еще у нас есть? О, а, черт, чего надо? Сборочная пещера нам надо. И мы сможем уже выйти, да? Вот эта еда будет очень полезна для нас. Где-то еще? О, здесь есть инкубаторы. Армия созданная при постройке подземного города. Крысиная лавина. Дополнительный отряд клона крыс. Ничего не понял, но... Нам надо увеличить добычу еды. Что мы тут качаем? Доспехи для... Какую-то ерунду мы тут качаем, конечно. Мне это не нравится. Почему вот это вот закрыто? Что мы... А, вот это вот нам надо тоже, да, прокачать? Вот так, что ли? Я понял. Короче, нам нужна сборочная пещера. Давайте мы первым делом восполнение потерь возьмем. И подумаем насчет сборочной пещеры. Где мы ее можем установить? Например, здесь. Я не хочу сносить вот это здание, но мы можем позволить себе снести вот эту казарму и построить в ней сборочную пещеру. Куда мы дальше не сможем прокачать? Но, кстати, катапульта нам пригодится определенно. Она будет стоить сумасшедших денег, но нам она определенно пригодится. Парочку, даже троечку, может быть, если очень сильно повезет. Она очень сильно облегчит все. Но давайте мы, наверное, ее построим здесь. Мне кажется, здесь будет даже лучше. Ну и ближе. Не нужно будет в этот свинорог прыгать. Так. Хорошо. Надо сейчас деньжат набрать. А можно еще попросить у наших всех дружественных фракций? Как вариант. Так. 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 Пять тысяч надо, да? А ну-ка. Квик, а тебя что, вломили или что? О, Квика вломили, слушайте. Действительно. Так. 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 Что он согласен и на оборонительный союз, и на все, что хочешь, короче. Но союзы с ним нельзя заключать ни в коем случае, потому что тогда они как бы сильнее становятся, да, и наш уровень силы к ним приплицовывается. И меньше становится шансов на конфедерацию. Может быть, от военных союзов только, я вот не уверен. Но мне в любом случае не нравится. Да. Что там у нас? Четыре двести. Да? Ладно. Подождем. Как у нас тут дела? В Нагашизаре. Восемьсот пятьдесят. Я думаю, мы можем потратить, да? Как раз пятерочка у нас будет к следующему ходу. Ты отдыхай. Так. Сколько тут? Три хода. Здесь шесть ходов. Ладно. Подождем. Подождем. О, мы там кого-то увидели, а. Морсики вырисовались. Я бы не хотел, чтобы Морс Халиду выпилил. Я надеюсь, что они помирятся и будут воевать с кем-то. О. А кто их выпилил? А, орки. Точно. Орки наступают. Но оркам вломят, я уверен. Что орки долго не протянут. Стоп, а где восстание? Он здесь, что ли? Неожиданно. Если честно. Но туда так далеко идти, что мне не хочется. Поэтому мы сделаем вот так. И пока что вот так. Отключим сбор налогов. А там через пару ходов построится вот эта тема. Можно будет тапнуть вот это вот, да, на 3 единицы. Общественный порядок можно будет поднять еще. Ну и... Но это долго все равно. Сидеть в таком режиме долго не хочется. Ну ладно. У нас такая заседательная серия. Я вот, если честно, так и не понял, почему у нас карта периодически открывается у наших дружественных фракций. Не союзных, а именно просто у дружественных. О, Снивин готов. Так. Так. Вот это, да, вот это хорошо. И вот это, в принципе, хорошо. Сколько ты будешь тут строить? 4 хода еще. Ну ладно, подождем один ход без этого. Так, Снивин. О, к Морсу как раз давай. Давай, давай, давай. То, что надо. С вот этими понизиться, да? Это хорошо. Ну, понизилась так понизилась, слушайте, прям. Ух. Но зато с Морсиком сразу отношения такие добротные. И со Скраером у нас тоже подняться должны были, но это нам не поможет все равно. Скраер меня не любит. Большой шаг, Форджей. Наш они вроде как улучшаются, но у нас где стойку все. Больше головы. Ты слушаешь быстрее. Что? И что может Дови делать для тебя? Не знаю. Хай, курина, калька. Не позволяй мне смерть. Никогда! Вредная халида. Так. Мы деньги тратим сейчас или не тратим? Я вот не помню, что мы делаем здесь. Мы деньги тратим сюда, если и тратим их, в принципе. Это неинтересно. Лава-лапчик. О, отлично. Бабки пошли. Наконец-то. Блин, а магу мы всю ветку магическую прокачали. Я не знаю, куда его качать дальше. Давай в защиту, наверное, и потом по боевым навыкам пойдем. Мне не нравится, что у него колокола нет. Мне грустно и обидно за него. Он без колокола-то. А еще мы можем потратить немного денег на что-нибудь вот сюда. Нет. В следующем ходу. На производство железа, да, давайте. Может быть, да, будет больше товаров для торговли и больше желания поторговать у других фракций. Тут мы пару ходов подождем. Они когда начинают? До 60 можно, до минус 60 можно. Ну, короче, еще один ход ждем, а потом будем сюда прыгать, наверное. Хотя тут на самом деле не к спеху совсем. Так. Трофей после битв. Хорошо, налет, налет. С такими налетами мы без денег останемся. О, деньжат не хватает сколько. Точно. Мы же собирались. Оставлять бабло. Пока тут скромные, да, виднеются войска. Сколько получается? Три хода, да? Стенки здесь восстановились. Гарнизон слабый. Я думаю, мы можем упрыгивать отсюда. И идти вот с этим разбираться. Это еда. Это еда. Мы сейчас съедим этих скавинов, которые решили на нас напасть. Ну, и ждем, наверное, да, на улучшение общественного порядка здесь здание поставим. Хорошо тут так в углу сидишь, никто на тебя не нападает. Тихо, спокойно. С гномами главное задружиться было, да? И все, проблемы все решились. Я, наверное, не буду больше ждать. Дальше, по-моему, еще плюс не будет идти, мне кажется. Поэтому можем нападать. Вообще никакие. И берем еду. Или деньги. Или еду. Еду берем. У нас увеличится еще общий запас еды скоро. У-у-у, штормокрысы. У-у-у, еще эти ребята. Щетки, ребята. Так. Все вроде полезно. Давайте пока дальность перемещения возьмем. Ну и топаем сюда. По идее, вот-вот уже и в Нагашизаре будет восстание. У нас пять тысяч есть. Это значит, что мы можем улучшить общественный порядок здесь. И включить сбор налогов, наконец-то. И выйти в довольно серьезный плюс. В кои-то веки. Что мы здесь можем еще построить? Вот эту вот тему надо здесь строить обязательно. И качать ее в максимум. Но для нее место вроде как еще найдется. Вообще нам надо инкубаторы построить еще тоже. Кстати, тут-то катапульточка уже готова. Надо было катапуль... А, у нас денег нет все равно на катапульту. Ладно, нам надо сейчас вложиться в экономику первым делом. Потом уже про катапульты думать. Тут тоже не хватает. Кто нам там в прошлый раз денег не дал? Может, кто-то уже захочет нам денег дать? Либо, что ты должен у меня от меня? Нет! Пестеранс, по-моему, не дал, да? Я видел твои... Нет, никогда! Этим, да. Гайки позакручивали. Что это? Ну-то я снесу, мне кажется, скоро. Хотя здесь, наверное, можно было бы ее и построить все-таки. Вот это вот поставить. И вот это вот потом. Ну, как раз не запятанность будет дополнительно. Ну, такое мелочное. Но можно сделать. Здесь, наверное, все-таки... Железо будем добывать. О, по идее, если ниже с 50% скверна, то мы можем в этой области нормально находиться и не будем нести потери. Если я не ошибаюсь. Но мы в любом случае, наверное, сейчас попробуем катапульту организовать себе... Блин, две тысячи стоит. Жестко. Наверное, подождем. Мы с катапульта лучше... С катапульта лучше мы... Денег отложим себе на этот. Денег отложим на увеличение денег, в общем. Даже вот так вот сделаем. Это будет хорошо. Тут восстание идет по плану. Заканчиваем ход. Тоже Скавина, да? А, ну да, скверна Скавина выше, чем этих. Это интересно будет посмотреть. О, наконец-то. Караказул черному утесу войну объявил. Все. Сейчас черный утес там зажмут и выпилят, по идее. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Как у тебя дела? Да, одних бомжей тут организовывает. Можем денежку пока потратить на полезности. Так, обязательно. А, кстати, тут-то тоже стенку надо было построить. Черт, я забыл. Я все время про стенки забываю. Вот в этом поселении. И надо было бы ее построить, но... Наверное, не к спеху. Пусть тут 80 копеек эти идут к нам. Плюсом. Этого уже будет... Ну, не то чтобы достаточно. Давайте в разведку. Качаемся. Мы можем прыгать уже сюда. И там в следующем ходу или как-нибудь, может, через ход посмотрим. Нападем на этих ребят. Несчастных. Ну, и в принципе... Если мы здесь не будем строить здания, которые... Для найма юнитов какие-то, да? То мы без проблем сможем... О! Хорошо. Это не к нам пришли. Без проблем сможем удерживать... Оборону здесь. Чисто одним этим. Так, вот еще сделаем. Пойди, они еще наймут войск. И мы потом... Ну, короче, одним гарнизоном сможем здесь без проблем отбиваться. Давайте денег немного сэкономим на две катапульты. Возьмем две катапульты. Не будем сейчас ничего строить. Посмотрим... Посмотрим... Снивин у нас, да? Два уровня поднял, бедолага. Давайте его отправим дальше. О, нету договоров никаких. Я в шоке, слушайте. Ладно, Снивин, тогда пойдешь на разведку куда-нибудь. Я даже не знаю, куда тебя отправить на разведку. О, захватили, слушайте. Пошли сюда. Давайте глянем. Они вот это вот по очереди захватывают, эти два поселения. Это классно, мне нравится. Надо... Дальше будет определенным... Именно с ними заняться делами. Ну и теперь... Во. Максимум пищи, дополнительное производство пищи. Берем... Да, подожди, пустоши Нагаша пока. Не торопитесь-ка. А, и... Да, у нас... Халида... Готова с нами уже... Дела вести. Отлично. Отлично. Третье поселение Халиды захватило себя. Наверняка у Морса. Они, по идее, сейчас... Они должны все воевать с... С зеленокожими. Из-за этого у них отношения должны будут улучшаться друг с другом. А эти не хотят все равно со мной торговать. Ну, боже... Ну, вредные, зараза. Суни. А... Как? Стоп, Морс, почему ты не воюешь с зеленокожими? Или ты уже захватил их... Восемь пиков карака? Или ты забил? Как ты мог? Мирись с Халидой давай. Хватит. Хватит даму обижать. Тут тоже, да? Нету нигде еды. Может, здесь где-то еда есть? У этого, у... Как его? Восмотрим, короче. Так. Окей. Заканчиваем ход. Сейчас разберемся с восстанием. О, до 40, да, можно дотянуть. Не до 60. Мне что-то казалось до 60. Ну, до 40 тоже пойдет. Три хода, короче. Они сидят, потом нападают. Или, может, еще дальше. А, нет, да, вот. Три хода, а потом нападают. Так, хорошо. Отлично. Производство пищи. И давайте сейчас немного-то пищи восполним. Так. Тут автобой. Берем две... А, мы их сразу разбили. Черт. А, нет, смотрите. Мы несем, потерям. Все-таки. А я думал, 50 должно быть. Ну, наверное, не 50, а может быть 25. Да, давайте, наверное, улучшим вот это вот делом. Пойдем дальше. Вот сюда на разведку глянем. Что там происходит. Короче, идем, наверное, к инкубаторам пока. Вариантов у нас-то и нету. Ну, хотя... Этот вариант мне определенно нравится. Неплохое такое производство пищи. Можем тут выстроить. Нам реально пастбищ найти бы. Нет, давайте 10% дальности перемещения возьмем. Уже очень хорошо, мне кажется, это будет. Так, если мы отсюда уходим, мы теряем четыре... Этого... Я думаю, что... Я думаю, что пофиг. Мы можем сваливать отсюда. Давайте сядем пока посидим. Все равно мы не сможем добраться на ту сторону. Так... Скорость для пехоты... Давайте возьмем. Скорость это хорошо. Проще будет убегать нашим этим... Пехотинцам. Вот. Потом прыгаем, короче, сюда. Берем две катапульты и... Идем вот сюда. Воевать с людоящерами. Ну и попутно выгоним этих эльфов, ибо нефиг. Но нам главное столицу здесь захватить, уже будет хорошо. Может быть, здесь будут пастбища в столице, например. Было бы классно. Может быть, даже слишком классно было бы, чтобы быть правдой. Но это мы сейчас узнаем. Что-то уникальное сооружение какое-то. Я не помню, что оно нам даст. Но в любом случае... Это изи. Это изи. Пошли. Да. Скорость ему можно, я не знаю, разогнать просто фантастически. Берем. Все. И валим. Сюда. Потом берем две катапульты. А здесь мы, наверное... Блин, в теории, мы восстание... Если оно будет таким же, как вот это, да? Прошлая эта армия была. То мы без проблем его разберем. Вообще без проблем. Денег у нас уже много. Можно нового героя набирать. Ммм. Это берем обязательно. Я думаю, да. Четырех тысяч нам хватит еще, чтобы... Без проблем взять две катапульты. А потом мы, наверное, здесь построим эти... Клетки для угров. Как они там назывались? Для крыса-угров, точнее. Это тоже хочется снести, на самом-то деле. Ну, ладно. Десять ходов. Подождем. Пусть растет поселение. Здесь тоже не будем заморачиваться, я думаю. Нам сейчас главное взять две катапульты и быстренько идти захватывать острова. Вот эти выгнать отсюда всех к чертям. А потом с островов можно к Роггару пойти в гости. У него там тоже провинция такая хорошая. А мне нравится то место. Эм... О. Численность для жрецов чумы. Талантливые музыканты. Неплохо. Подожди, это... Полировальщик колоколов попал к этому, да? Вот это поворот. А мы не можем, да, нанять жреца чумы? Мы можем инженера-колдуна взять. Это интересно. Давайте возьмем вот этого друга. Так. У него тоже есть магия. Повышение маневренности мы, наверное, возьмем первым делом. Магия есть очень интересная. Значительно магический урон. Ветер. Ой-ой-ой. Это прекрасно. Стоп. А, да. Сюда нельзя было войти. Для всех отрядов дальнего боя. Тоже нужно. Боеприпасы для всех... Ой, еще и урон, говорю. Доход от торговли. Боже, какой... Какой он крутой. Берем. Так. Что там еще? Мы еще одного ассасина можем взять. Ух ты. Восьмого уровня сразу будет. Ух ты. Ну, берем. Меташторм. Мне нравится его имя. Так. Совершите не менее успешного успешного покушения. Давайте попробуем. На кого мы будем покушаться? А, ну да. Мы сейчас будем воевать с этими. Нам пригодится. Такой вот друг. Вполне. Вот так вот сделаем. Давай. Ты идешь сюда. Этого мы заменим сейчас. О, пошли посмотрим на это поселение. Блин, здесь какие-то меха проклятые. Нам не надо меха. Нам надо еда. Еда. Кушать хотим. Есть еще куда отправить? Два хода. Окей. Два хода. Блин, надо реально хорошо повоевать сейчас и отправить за интригами дополнительными нашего лорда. Так, идем. Сюда. Как нам? А, мы потом прыгнем просто. Стоп, стоп, стоп. Мы идем пешочком. Пешочком. Давай вот сюда. Секунду. Так, прошу прощения. Давайте подумаем, кого мы заменим. Я бы убрал один вот этот вот отряд и один вот этот вот отряд. Блин, нам бы еще вот этого всунуть куда-то в армии, да? Каким-то чудным образом. Я пока не хочу вторую армию создавать. Пожалуй. Или парам. Наверное, парам. Так, давайте подумаем, какие у нас есть варианты. Колдун. Серый Провидец. Чумой. Там есть неплохие заклинания. Возьмем, наверное, его. Ему не нужен будет маг в армии. Давайте посмотрим. Что там у нас было интересного? Просто чума именно, да? Вот это, по-моему, была хорошая тема. А, да, и мы можем штормокрыс призывать. С мечами и щитами. Да, вот это хороший лорд. Согласен. Дипломатические отношения со скавинами и колокол. Хорошо. Пока что берем древнее коварство тебе. И давай дадим тебе... ...вот этого товарища, еще одного. Так. И возьмем две катапульты. О, не могу взять две. Могу только одну. Черт. Надо где-то что-то отменить. Какое-то строительство. Сколько я за тебя денег отдал? Это было в прошлом ходу. И это было в прошлом ходу. Черт, все было в прошлом ходу. Ммм... Так, 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 так. Да. Вот этот вариант меня устраивает. Я просто хочу сразу... А, они еще два хода строятся. Ёлки-палки. Ну, тогда тем более. Две катапульты нам пригодятся. Так. Хорошо. Новые отряды пока в эту армию набирать не будем. Это будет у нас такая... Разводка для... Засад. Я думаю. Ну и все. Но мы сейчас будем дополнительно еду тратить. Ай. Дорогу твоего отряда. Если тебе денег, да. Погон. Нет. Отношения-то с ними уже ухудшаются. Что мне совсем не нравится. Ну ладно. М-м-м-м. М-м-м. Да. У нас же тут еще куча шикарных отрядов. Ладно. Сейчас, может быть, повоюем с ящерами. Еды получим немного. Уже хоть что-то будет. А то, блин, проблемы тут с едой, конечно, серьезные такие. А дальше там горы везде где и пустыня, где иду брать-то, а? Ну, кроме как в боях. Хотя в боях ее вроде немало так идет, что хорошо как бы. Никого вообще нету, тишина такая. Я думаю, надо вот это вот дело сломать, да, и строить. Как они там назывались? Я уже не помню. Вот это вот надо построить так точно. Угу. Тут порядок. Что тебя отправить? Пойдешь сюда? Сразу. А, кстати, если мы вдвоем будем в режиме налета стоять... Ой, я смогу перепрыгнуть здесь? Слушайте, это интересно. Давай попробуем. Сюда запрыгнуть было бы классно. Не обходить, чтобы вот это все безобразие... Так. И в следующем ходу будет готов уже этот товарищ. Ну, все. Интересно посмотреть, как там темные страдают. нет. Слушайте, Халида там... Где-то что-то захватывает. А, эти, да? Последний бастион сюда уже зашел. Надо идти с ним разбираться будет. Договор с кланом Мулдор? Хорошо. Мы сейчас отправим с Нивана посмотреть на договор. на этот... Не успел я дойти сюда, да? Не увидит, что там происходит. Ладно, с Ниван. Давай. Так, подтвердить. Окей. Закрываем пока. А, а вот и еды немного мы получили. Неплохо. Неплохо. Компенсировали себе чуть-чуть. Не допрыгиваем. Черт. Амбидно вообще. Ну ладно, погнали. Готовимся. А магия у нас в этом, да? В соседнем здании. Но оно нам пока не надо, мне кажется. Так, две тысячи сюда. О! Да. Строим. Вот эту тему тоже построим. Можно, кстати, построить и два колокола. Сто. Сто. Ну, больше денег получается с вот этой вот цепочкой. Стоит ли оно того? Тут 60. Стоит. Магия скверну распространяет. Тут ассасины еще, что тоже хорошо. Но, мне кажется, пока что этот вариант здесь будет вполне неплохим. Так, ну, вроде бы все, да? Больше ничего пока нет. Через 10 ходов следующий совет. Давайте, знаете, что посмотрим? Мы же, когда какое-то действие совершаем, то наш герой уже не уходит, правильно? Мы можем вон 5 еды получить. Этот герой никуда не делся. Вот. И надо запасаться, короче, едой. Ты еще тут гарнизон не построил? не построили. Гарнизон они прекрасно. Просто прекрасно. И я надеюсь, они тут в осаде держат эльфов этих проклятых. И, может быть, даже нам с ними воевать не придется. Короче, двигаем дальше. Надо было в дипломатию зайти, попробовать еще потыкать в гномов с торговлей. Может, они все-таки раздуплятся. гномы там смотрите, какие сильные. Да и многие уже наши соперники очень сильные. Так, идем сюда. Нам надо заказное убийство совершить. Именно. серьезные дяди тут такие сидят. Может, взять все-таки их вместо... Вот так вот, да? В качестве пехоты. Ну, в этот, в основной отряд мы, конечно, добавим. Вместо вот этих вот ребят. Давайте, может, сейчас денег еще попросим у кого. Вдруг повезет. Спасибо. Спасибо. Дорога вашим родителям. Никакой причины. Да. Ну, хоть так. Денег дали мне. Хагрев продавил людоящеров. Надо, короче, забирать у них столицу, пока они не опомнились, и потом выдавливать Хагрев. но это будет уже не так сложно, потому что поселение там... Хотя, там, наверное, будет гарнизон. Такой никакой. халида может не дать. Эти... надо, короче, прыгать сразу сюда. Тут без вариантов. Порыгаем, и потом надо брать столицу. Нам хватит катаппульта тех отрядов, которые у нас есть с головой. так, ну и все. Надеюсь, они не построят гарнизон в следующем ходу. Давайте мы ход закончим, начнем атаку, и на этом, наверное, серию закончим. Серия, да, у нас уже час идет. А потом, может быть... Нет, не может быть. А что эти, кстати, тут фиолетовые, а тут какие-то не очень фиолетовые отличаются по цвету. Да, они не построили гарнизон, и это прекрасно. Мы можем на них чудесно напасть. О, заказное убийство. Берем. Мне удача. Блин. Так, нам надо прокачать еще вот это вот дело. Ну и поехали. Объявляем им войну, да, тут как бы без вариантов вообще. И, да, игра сохранилась. И в следующей серии мы возьмем штурм. Тут вообще без проблем, я думаю, будет. У нас есть две катапульты. Это уже серьезный аргумент в любой осаде. Вот. Ну и немного стрелков и магия. А у них сцинки, которые тоже стреляют, но это не проблема. В любом случае, всем спасибо за просмотр, всем пока, и увидимся в следующей серии. Пока.